изгнить и не пробить на эту печень и не пейте на эти статины, их можно пропить, если там совсем кризис какой-то, катастрофа и статистики просто очень много, когда 3 недельки пропили, а потом делайте нужные вещи, у вас кристина больше никогда в жизни нет. Держание буферных систем организма, у вас 2, это не самый плохой вариант, потому что много микроэлементов. Первый вопрос, кто из нас ест в большом количестве разнообразную пищу со всего мира живую, кто может поддерживать свои буферные системы в нужном состоянии? Ну практически никто и 10% в отношении, потому что это финансы, потому что это время, потому что это желание. Этим не занимается практически никто. Значит, какой можно выход из этого сделать? Выходов на самом деле очень много, но один из выходов, самый простой, в каждом магазине, в более-менее серьезном супермаркете продается так называемая розовая гимнолайская соль. Вот я покажу. Умникальная соль содержит более 84 микроэлементов. 84 микроэлемента, это превышает с избытком количества необходимого для поддержания буферных систем и рапрос количества. Это ту же самую чайную ложку, ту же день этой соли, и вы покрываете весь дефицит. И никаких проблем у вас не будет. Условия, что вы будете эту воду пить теплую, всегда теплую, и больше никакую другую. Ну и ты не спасали, вот понятно. Да, да, да. А вы заметили мои прыщи, вот мое, все мои очищения, вот они стали выходить на кожу. Естественно. Они сейчас по выходят, по выходят, а потом проедут. Да, они уже проходят. Было и вообще ужасно. Сейчас просто стало. Должен пройти период обострения. Это естественное ощущение. Сейчас кожа стала гораздо лучше, но был просто момент, чтобы все было высыпано. Правильно, потому что у вас идет через кожу. Кожа – это один из выходов лепатинской синицы. Вот какая разница, как из вас все это будет выходить? У меня было, чтобы выходило. Пейте большую воду, слабо щелочной, минерализованной. А как вы, скажите, эту воду делать вот этой розовой солью? Вы сказали, что можно добавлять вот эту... Возьмите, у вас там какая дневная норма? Дневная. Если вы соль не едите вообще, в принципе, тогда вам чайную ложку на полтора литра воды не бросаете. Но это будет соль с точки зрения водно-солевого баланса. Теперь, там будет отсутствовать один из, я считаю, самый, ну, один из важных, но очень важный элемент. Он называется окислительно-восстановительный потенциал, сокращенно ОВП. Это в русско-язычной, там, славяно-язычной литературе, на Западе называется, редокс-потенциал. Сейчас для кого это уже не секрет. Вот в крови у человека, в крови везде, околоплодные воды, слюна, слеза и все остальные жидкости биологические, у них ОВП минус 70 милливольт. Плюс-минус. Поэтому никакая раковая ответка, никакое лонкообразование, в принципе, зарождающееся в день по 100 раз у каждого человека, там не выживает. Потому что любое лонкообразование, это свободный радикал, это знак плюс. По закону Кулона все же знают, как это происходит. Кто физику изучал хорошо, я, кстати, хорошо изучал. Так вот, они мануельно притягиваются. Отрицательный заряд ОВП моментально попадает на онкоклетку, которая... Ну, там много разных систем по онкологии, копать глубоко не будем, но хотя бы это первое. Только когда появился свободный радикал, мгновенное уничтожение. Мгновенное, доля секунд, никакой онкологии нет. Когда у вас начинается гипоксия, тромбоз или падение внутреннего ОВП, там ниже, хотя бы, минус 30. При стечении всех этих условий и еще там много разных вещей, которые запускают онкопроцессы, у вас начинается онкопроцесс. Что нужно сделать сразу, в первую очередь? Ну, в первую очередь нужно выровнять систему организма, как минимум. Посмотреть, какая у вас кровь, какой там гематокрит, какое состояние поджелудочное и какое состояние сосудов. И, естественно, дать в кровоток огромный отрицательный заряд. Если у вас микроциркуляция не нарушена, если у вас тромбообразование не идет там полным ходом, если у вас не нарушена функция поджелудочной железы и там практически отсутствует спикулы и фибрина, которые создают повышенную вязкость, то у вас этот процесс не там пройдет. Я не говорю, что онкологию можно решить этим вопросом, но ее никогда не будет, если вы будете пить хотя бы вот эту воду и соблюдать режим питания, который не будет позволять образовываться к минимуму тромбам и нарушать микроциркуляцию. Все. Хорошая микроциркуляция, хорошая работа поджелудочной железы, правильное питание, отсутствие огромного количества сложного белка, как можно больше здоровой пищи, живой пищи. На сыроедение не предлагаю никому пить. В виде эксперимента, пожалуйста, полгода, год для себя поэкспериментируйте, а потом потихонечку, потихонечку, потому что там тоже цепочка запускается очень длинная. Первые 4-5 лет все очень шикарно и хорошо, а потом я вижу этих людей, которые после 7, 10 и 15. Но это тема отдельного разговора. Вот, ну короче, здоровое питание, здоровый образ жизни, соли. А мы сейчас вот под микроскопом сделали маме, Анжелине, сейчас еще папа приедет, сделали исследование крови, которое позволяет, естественно, понять, что там в организме находится. Вот. Все. И потом в предписание пойдут. Травки, 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 травки. Ну, скажем так, натуральные компоненты. Не все травки, но... А что-то узнает, могу и сказать. Ну и второго, которому отходится на месте. Не, ну тех, кто хочет, те услышат информацию для себя. А те, кто никогда не за... Из Италия. Те, кто никогда не задаются вопросом, ищет. Для тех, кто хочет. А остальным, это уже, как говорится... Пусть живут столько, сколько отмерено. Ну, парень, живет так, как он хочет. У меня есть статья, там написано. Если вы хотите жить по принципу «пусть будет, как будет», рано или поздно вас вторая сторона этой медали догонит. И больно ударит концом по голове. Только этот удар будет называться аденома. Он будет называться пишемия. Он будет называться инсульт. Вон сейчас Антон Носик. А-а-а. Да, известный блогер там и так дальше. Вот вечером проснулся, утром уснул, вечером не проснулся. А, да? Попрос, почему остановилось сердце? Почему остановилось сердце? Человек проходит медицинские исследования. Успешный человек. Потому что человек, когда уходит ночью в режим концентрации... Вот если человек... Сейчас жар. И люди вроде много пьют воды, но они пьют воду холодную. Эта вода никогда не будет насыщать плазму крови и не будет разжижать, так называя, как сейчас говорят, модное слово. Разжижать кровь она никогда не будет. Она будет только попил, почка пописать, попил, почка пописать. И на этом всё. А нам нужно, чтобы она попала в плазму крови и стала частью крови. Если она не соответствует этим параметрам, то вы будете её только сбрасывать через мочевик и не более того. И воду вы пьёте вроде бы много. У меня люди приходят иногда, у них обезвоживание. Они говорят, я пью по 5 литров воды. Не поверите. А в организме всё равно обезвоживание. Начинаешь разговаривать с человеком, какую воду вы пьёте, и начинают выясняться, что я не ем вот это, вот это, вот это, вот это. Сердце гружу, почки гружу, мочевик гружу, сосуды... Субтитры сделал DimaTorzok